В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Создание комфортной городской среды. Продолжается реконструкция парка имени Зернова. Ушкинский цитатник в детской библиотеке подвели итоги литературного конкурса. Все лучшее детям. В клубе «Восход» прошел день открытых дверей. Далее расскажем обо всем подробно. Дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства будет рассматривать администрация Сарова. Раньше эти полномочия были у правительства региона. Теперь в городе создана специальная комиссия, куда входят представители муниципалитета, депутаты городской думы, сотрудники правоохранительных органов. За месяц работы комиссия рассмотрела 42 дела, по 19 из которых на нарушителей наложены административные штрафы. Они пополнили городскую казну более чем на 60 тысяч рублей. Самые частые штрафы за парковку автомобилей на газонах, сжигание мусора, организацию несанкционированных свалок и невыполнение законных требований по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ. Также комиссия рассматривает административные дела о ненадлежащем содержании нежилых зданий, незаконных рекламных конструкциях и т.д. Более подробную информацию можно получить по телефону 977-26. Центр социальной помощи семье и детям Сарова объявляет набор в осеннюю группу школы замещающих родителей. Она предназначена для горожан, которые хотят стать опекунами или принять свою семью детей-сирот. Занятия будут проходить с 9 сентября по 22 ноября. Подробнее о проекте в следующем репортаже. Найти место для приемного ребенка в своем сердце и доме. Учесть все мелочи и сделать совместное проживание комфортным для всех членов семьи. Обычно люди, желающие усыновить ребенка, не знают особенности развития детей, оставшихся без опеки мам и пап. Задача школы замещающих родителей – помочь избежать ошибок, научить быстро наладить контакт, сделать переходный период менее болезненным. Наши двери открыты для тех граждан, которые желают принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Или даже только задумываются об этом. Курс для родителей состоит из 80 академических часов. 58 из них нужно посетить обязательно. Остальные уроки кандидаты посещают по желанию. 11 занятий будут проходить в формате групповых психологических тренингов. На свои занятия мы приглашаем также специалистов из органов опеки и попечительства. Они рассказывают о правовом блоке. Специалистов из УСЗН рассказывают кандидатам о тех льготах и пособиях, которые они имеют при воспитании такого ребенка, его жизнеустройстве. И медицинский блок освещает врач-педиатр нашего учреждения. За время существования школы замещающих родителей свидетельства об окончании курса получили почти 200 саровчан. Занятие проводится два раза в неделю. Одно занятие у нас, как правило, идет в течение рабочей недели. Это какой-то вечер, либо среда, либо четверг. И одно занятие посвящено в субботу. Это дневное время, чтобы граждане, которые работают, могли как раз участвовать в этих занятиях. Осенний курс в школе замещающих родителей начнется 9 сентября. Подать заявку и получить дополнительную информацию можно по телефону 98303. На платформе «Умный Саров» начал работу сервис заказа и оплаты школьного питания. Теперь родители могут совершать онлайн покупку завтраков и обедов на неделю вперед. А ученику при получении талонов нужно лишь назвать проверочный код. Со 2 сентября будет доступна покупка питания в лицее номер 3 для среднего и старшего звена. До конца сентября услугу планируют запустить для всех школ города. Сервис доступен на всех устройствах. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России хотят разрешить продавать лекарства через интернет. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в парламенте. Его цель – сделать медицинские препараты более доступными. Согласно документу, заказать можно будет любое лекарство, кроме тех, которые содержат спирт или отпускаются по рецепту врача. Предположительно, закон вступит в силу с 1 января следующего года. Напомним, в настоящее время удаленная торговля лекарствами в России запрещена. За нарушение данного требования интернет-ресурсам грозит блокировка. Предпринимателям из Сарово простят жизнь. До конца этого года для них запустят окно проекта «Мой бизнес». Его главная задача – дать людям возможность, не выезжая за пределы родного города, оформлять все необходимые для ведения бизнеса документы. Проект, созданный по инициативе губернатора Глеба Никитина, работает в 17 районах Нижегородской области. В Сарове окно «Мой бизнес» появится в Центре поддержки предпринимательства. Через несколько месяцев там установят все необходимое оборудование, включая уникальное программное обеспечение. Оно позволит бизнесменам подавать заявки на целый ряд услуг, которые раньше можно было оформить только в Нижнем Новгороде. В следующие выходные 7 и 8 сентября на базе лагеря «Казачий острог» в Диевском районе пройдет турнир по тактическому лазертагу. Соревнования проводятся с целью развития военно-спортивных игр, как пропаганды здорового образа жизни, а также воспитания молодежи в духе патриотизма. В парке имени Зернова продолжается реконструкция. Рабочие разобрали центральную арку на входе напротив стадиона, начали укладывать плитку на пешеходной дорожке и делать разметку территории для устройства новых объектов на набережной. Напомним, старт работ был дан в начале лета. При подготовке проекта администрация провела более 20 встреч с общественностью. Итоговый вариант документа выполнен с учетом наиболее распространенных пожеланий. Основной упор делают на реконструкцию набережной. Там поставят беседки и сделают дополнительный спуск к реке. Также запланирована ротонда. В самом парке будет комплексное освещение. Отведено место для проведения праздников. Новое покрытие тротуаров из брусчатки составит 11 тысяч квадратных метров. Будет прогулочная зона. Запланировано расширение автостоянки в районе улицы Зернова. Несмотря на работы, парк открыт для жителей города. В это воскресенье, 1 сентября, в 15 часов там пройдет праздник в честь дня рождения парка. К другим новостям. Театрализованную литературно-историческую композицию, посвященную творчеству Александра Сергеевича Пушкина, представили своим гостям сотрудники детской библиотеки и ученики православной гимназии. Детям и их родителям рассказали удивительные факты из биографии великого поэта. Также прошло награждение победителей конкурса «Пушкинский цитатник». Подробности далее. Юные поклонники творчества Пушкина собрались, чтобы вспомнить биографию великого поэта. Сотрудники библиотеки познакомили гостей с интересными фактами из жизни Александра Сергеевича. В этом им помогли воспитанники православной гимназии. Программа вечера состояла из литературно-исторических зарисовок воспоминаний. Сама композиция действительно несла очень много фактов, малоизвестных фактов из биографии писателя, поэта. Не всегда об этом говорят в школе, наверняка об этом не знают ребята. Мы очень надеемся, что они сделали настоящее открытие для себя. Открыли Пушкина не просто поэта, а Пушкина христианина и человека. Участники подготовили воспоминания о Пушкине – Жуковского, Достоевского, Цветаева и Николая Первого. Последний покровительствовал Пушкину на протяжении всей жизни поэта. Роль императора исполнил Алексей Киршин. Школьник долго готовился к выступлению, изучал биографии, подбирал образы, заучивал реплики. У меня было две роли – Николая Первого и Алексея Хомякова. Николая Первого было очень трудно играть по политическим убеждениям своим. А Хомяков очень просто. В августе завершился конкурс «Пушкинский цитатник», который проходил в рамках проекта «Пушкин и православие». 30 из 100 участников стали победителями. Им вручили грамоты и книги, которые связаны с пушкинским наследием и литературу православной тематики. Лучшие конкурсные работы вошли в виртуальный библиотрансформер. Пособие доступно на официальном сайте Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина. В клубе по месту жительства «Восход» прошел День открытых дверей. Гости вечер узнали о кружках и студиях и познакомились с педагогическим коллективом. Для своих будущих воспитанников и их родителей преподаватели подготовили интерактивные игры и концерт. На Дни открытых дверей побывала и наша съемочная группа. Мы очень любим петь. Я пришла заниматься вокалом. Даша Романова на День открытых дверей в клуб «Восход» пришла вместе с мамой. В свои пять лет девочка уже точно знает, что хочет заниматься вокалом и выступать на сцене. По словам мамы Даши, у ее дочери большое звездное будущее. Даша у нас как-то услышала, как детки поют, начала пробовать сама. Мы заметили, что получается у нее довольно-таки неплохо. Нашли клуб, пришли и записались в вокальную студию «Радуга». Вокальная студия «Радуга» под руководством Марии Веслобоковой существует уже больше шести лет. За это время воспитанники студии становились призерами и дипломантами областных, всероссийских и международных конкурсов. В коллективе занимаются ребята разного возраста – самому маленькому участнику 5, взрослому 15. Наша студия уникальна тем, что мы поем песни не только современные, но и народные, также классический репертуар у нас. Также наши дети учатся правильно петь, то есть фразировка, правильное дыхание, что немаловажно сейчас. После выпуска юные вокалисты не заканчивают свою музыкальную карьеру. Некоторые из них отправляются учиться в другие города. А для тех, кто хочет провести свободное время с пользой, на дне открытых дверей рассказали об игротеке. Мы с ними ставим сказки, спектакли, викторины проводим, интерактивные программы проводим, ставим танцы. То есть деятельность у нас такая достаточно обширная с ребятами. Мы с ними мастера на все руки. Кто что умеет, тот кто показывает, мы ставим. То есть все это такие задумки-задумки и превращаются в большое мероприятие. Также гости вечера узнали о деятельности клуба, познакомились с педагогическим коллективом, поиграли в интерактивные игры и спели песни. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. В начале сентября откроются новые студии «Изобразительное искусство», на занятия в которую приглашают всех желающих. Завершается пора летних отпусков. Кто-то успел позагорать и понежиться на солнце, кто-то открыл для себя новые места в нашей стране или съездил за границу, а кто-то отдохнул на даче. Как это время провели саровчане, выясняла наша съемочная группа. Этим летом я поездила по различным городам России, успела отдохнуть на море и просто насладиться тремя летними теплыми месяцами. А что делали этим летом саровчане? Пойдемте узнавать. Скажите, как лет провели, где были, где отдыхали, что делали? Лето провела с частью в Сарове, потом была в Санкт-Петербурге и в Москве, и в лагере. Ну, удачно вообще лето прошло? Я считаю, что да. Ну, только с погодой чуть-чуть не повезло, но в целом все хорошо. Вот видите, как проводим лето? Гуляем с колясками. Ну, вот такое наше лето. В основном деревня. Особо никуда не ездили. А лето-то удалось, малашим? Ну, мы попали в отпуск, самый такой жаркий, это мае и июнь. Поэтому я считаю, что у нас удалось это. Не совсем удалось. У меня же поступление в институт, поэтому в разъездах поступили учиться. Все лето. А куда-нибудь ездили после поступления? Загорали, может быть, там на рыбалку? Нет, все здесь прошло. Все лето. Прошло хорошо. Отдыхали на море. О, это хорошо. А где были? В Назовском море. Ездили в Арзамасский. Это шахта, где они делают гипсовые шахты. О, это что-то нечто. Вот надо всем туда съездить. Такая переезд, я даже не знала. Но лето у вас удалось? Да, хорошее лето было, да. И это самое главное. Спасибо вам. Холодно. Единственное, что холодно. А так, в общем, необычное лето. Так все отлично. Нормально везде можно отдыхать. Все доброе. Спасибо. И все-таки люди в нашем городе умеют отдыхать. Кто-то ездит на экскурсии, кто-то на юга, кто-то и вовсе это лето провел дома. Для вас опрос про лето проводили Ирина Вашегородцева и Владимир Лисик. Всего несколько дней осталось до начала занятий в школе. Подготовка к началу учебного года занимает много сил и времени. Но первый день после длинных каникул – это всегда праздник. Разукрасить его яркими красками, приятными ароматами и создать хорошее настроение ребенку и его учителю поможет яркий букет. Подобрать красивую и оригинальную цветочную композицию, которая станет знаком признания и уважения для педагога, помогут в галерее цветов. День знаний – праздник для всех школьников и педагогов. Однако для первоклассников это особое событие. Многие из них впервые встретятся с человеком, который станет для них другом и наставником на 4 года – первым учителем. И подарить ему хочется необычный и интересный букет. Как правило, это небольшой букетик, который несет в себе тематическую основу праздника. Это и карандаши, и кленовый листик, и веточка рябины, например, даже то же самое зеленое или красное яблоко. Держать цветы первокласснику придется самостоятельно всю линейку. Чтобы ребенку было удобно, стоит обратить внимание на вес цветочной композиции. И вот мы в частности предлагаем нашим клиентам вот в таких сумочках дарить композицию. Ее или нести легко, удобно, или даже вот можно взять, например, вот такие лукошки тоже. Очень удобно и первокласснику, и небольшие получаются. Сейчас многие предпочитают дарить не охапки цветов, а сделать выбор в пользу одного цветка, но красивого и элегантного, такого как гортензия. В галерее цветов представлены гортензии нескольких оттенков, что будет удовлетворить самый взыскательный вкус. Есть и другие цветы – подсолнухи, метеолы, пионовидные розы. Можно подобрать здесь и цветок для акции «Дети вместо цветов», в которые присоединяются все больше школьников. Дарят учителю по одной розе, и деньги, которые они могли бы заплатить за букет, они отправляют в детские дома или нуждающимся, кто как. Также есть очень большой выбор высоких роз, хороших, одноголовых, красивых, чтобы можно было соединить 25, и это получился уже хороший букет. Галерея цветов принимает заказы на День знаний. Выбрать букет можно прямо в магазине, который находится на Ленина, 22, или позвонив по телефону 76699 и 77788. Также можно заказать доставку цветов домой. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Вейсбуке «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова